Денис 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 Они тоже записывают подкаст для того, чтобы пофиксить свой проблемный брак, да? Да, когда у нас уже будет кроссовер? Два брата, двое родителей и один фильм. Так как у нас нет ничего с тобой общего, помимо фильмов, которые мы смотрели в детстве, мы с тобой сегодня будем обсуждать двое, двоеточие «Я и моя тень». Это фильм, как мы уже намекнули, это про, я чуть не сказал двух сестер, но в каком-то смысле и двух сестер, но это, в общем, две похожие друг на друга девочки. Одна из детдома, а вторая из богатенькой семьи. И они обнаруживают, что они идентичны в плане своей внешности, и так как у одной девочки есть одинокая воспитательница, которую она любит, а у другой девочки есть богатый одинокий отец, который вот-вот женится не на той женщине, они решают свести их вместе, и все это происходит во время летних каникул в лагере и возле этого особняка, где живет эта богатенькая девочка со своим отцом. Вроде бы я ничего не упустил. Ничего. Вот это, блин, вообще. Знаешь, я всегда, когда думаю про этот фильм, я думаю, ну да, там же про двух девочек, которые в лагере встречаются, которые похожи. На самом деле этот фильм – это романтическая комедия, да, то есть тут на самом деле процентов на 65-70, наверное, именно про отношения вот этой воспитательницы, которая играет Кирсти Элли, и отца Стива Гутенберга. И злой другой женщины. Да. То есть на самом деле вот этот вот элемент того, что тут две девочки похожи, это он тут играет, ну, такую какую-то проходную роль. Хотя именно за это все этот фильм и помнят, вот это странно. В общем, я не знаю, можешь рассказать, как мы первый раз посмотрели этот фильм и помнили ли мы этот раз одинаково? И был ли это реально тот самый раз, когда мы оба посмотрели его впервые? Или я что-то путаю? У меня все с этим фильмом плохо по этой части. Ага. Обычно я хоть что-то вспоминаю, но сейчас, сев я, сев его пересматривать, и я уже, типа, заглядывал вперед, типа, да, Миша спросит у меня этот вопрос точно. Но я помню только вот, знаешь, в пустоте висящую одну VHS-ку. Ее кавер я помню, но как она у нас оказалась? Как я ее посмотрел? Осталась ли она у нас? Была ли она нашей или чей-то еще? У меня эту VHS-ку вот просто пустота окружает в моей памяти, и все. Я тебе сейчас тогда напомню. Мне кажется, мы с тобой посмотрели этот фильм одновременно, и за один и тот же просмотр. И это было с подачи тех же самых людей, которые показали нам Титаник в свое время. Серьезно? Да, потому что я помню, что вот этих знакомых наших родителей, у них, у дочки, была целая коллекция этих фильмов с сестрами Олсен. Я помню, что я с ее подачи посмотрел парочку других. И, по-моему, мы с тобой как раз таки тогда и посмотрели «Двой я и моя тень». Я, конечно, могу ажипаться, возможно, ты посмотрел его отдельно, но я помню, что я именно такого посмотрел. Блин, подожди, ладно, давай немножечко детективную работу проведем. Да. Оказалось ли потом каким-то образом это VHS-ку у нас в коллекции? Нет, не было такого. То есть ты этот фильм смотрел один раз? Его еще потом пару раз показывали по телевизору. Тогда я точно смотрел этот фильм где-то до этого. А, окей. Это может быть либо... Подожди, «Титаник» мы с тобой, и вот этот фильм посмотрели в каком году примерно? Ты у нас человек-календарь. Ну, в таком раннем возрасте с меня требовать человека-календаря немного несправедливо, но я скажу так пальцем в небо. Пальцем в небо. 2001. Да. Мне кажется, что я его раньше мог посмотреть либо в лагере детском. Да. Ты же у нас лагерный мальчик, да? Да, потому что там бывали... Там регулярно устраивали эти просмотры VHS-ок. Это единственный вариант, где я мог его посмотреть. Потому что я точно... Вот сейчас я его пересматривал, я понимал, насколько я в одно время, ну, типа, заездил этот фильм, потому что я его очень много раз видел. И очень много деталей, типа, просто у меня всплывало в голове из-за того, что я его засмотрел в своё время. Это могло быть либо несколько просмотров в лагере, либо фиг знает ещё что. Ну и как этот тебе экспириенс? Смотрите этот фильм в лагере. Фильм про лагерь. Да. Возможно, поэтому кто-то и выбрал его тогда в эту фильмотеку. Я никогда не ездил в лагерь. Меня однажды отправили в санаторий, и через неделю я очень сильно попросился обратно. Хотя там даже не через неделю, где-то дня через четыре, по-моему. И я так сильно ныл, что у родителей не осталось до нового выбора, прям как забрать меня оттуда. Санаторий? Да. Это были ужасные четыре дня. Я никогда больше не хотел ездить никуда. И я изначально не хотел в этот санаторий ехать. Я хотел сидеть дома и печь с мамой пирожки. А целый, как к предыдущему эпизоду. Так вот, Денис, это наш первый фильм с Олсенами, наверное, будет? Да, 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 точно. Просто я всегда думал, что «Двое я и маятень» это вообще первый фильм сестёр Олсен, который запустил их вообще всю карьеру. Но потом я выяснил, что я дико ошибался. У тебя было такое, нет? Я всегда... Ну, то есть у меня был этот фильм «Особняком стоящий», где они обе супермелкие были для меня. Да. Я не видел, знаешь, их другую... Другую версию, ещё более мелкую. А потом были какие-то вот дешёвые директу-видеофильмы, где они плюс-минус уже подростки вообще. Да, да. Которые тут и там всплывали где-то в прокате, да, там вот в этих вот наборах фильмов, которые ты мог взять в прокат. Они у меня все смешались в какой-то один ком вот этих вот сестёр Олсен разного возраста, но уже типа ближе там к концу школы, да. Я всегда думал, что действительно Двоя и Матень запустили вот это вот адское колесо производства дешёвых директу-видеофильмов. Просто я тоже всегда так думал, но потом впоследствии выяснил, что они начинали вообще с телевидения, и у них был этот сериал «Фулл Хаус», который вообще неизвестен никому в России. А-а-а. Да, и они там играли одну роль, потому что это известная практика в Голливуде, да, когда берут актёров-близнецов играть одну и ту же роль. То есть в этом сериале не было какого-то гиммика по части близняшек, да? Не-не-не, там была семейная картина, и там была просто роль маленькой девочки. А-а-а. И они обе играли одну роль, потому что, ну знаешь, как это трудно, да, с этими, как он называется, закон о детском труде. Да, 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 что как бы приходится всё время останавливать их часы работы, да? Потому что они у них очень короткие. И поэтому это выгодно брать на одну роль близнецов, чтобы, например, один близнец отыграл свой день, да, пошёл домой, и приходит второй близнец, доигрывает ту же самую роль. А-а-а. Именно поэтому, отсылка к нашему ещё одному предыдущему подкасту, в друзьях сына Росса, Бена, тоже играют близнецы Спроусы, которые то же самое делали в Большом Папе. То есть близнецы – это вообще очень-очень важная валюта в Голливуде всегда была. Слушай, блин, и Фулл Хаус, получается, за 7 лет до этого фильма был? За 8 даже. Вот самый такой криповый момент в этом плане – это что близнецы Олсены, они начали играть перед камерой, когда им было 9 месяцев. Чего? Вот в этом самом сериале. Офигеть. И они вот буквально росли перед камерой, и потом плавно перешли в как бы полнометражный формат. И я думал, что, возможно, «Двое и моя тень» – это был их переход на вот как раз-таки большое студийное кино, но я ошибался, потому что даже до «Двое и моя тень» есть пару вот этих вот видеофильмов с Олсенами. Я думал как бы охренеть, то есть, и всё совсем не так, как я думал. А вот, слушай, ты смотрел что-то ещё из вот линейки, из франчайза, из мультивселенной и фильмов Олсен, нет? Я сейчас как бы не старался, я не смогу вспомнить ни одного названия. Потому что они все такие странные и дженерик, мне кажется. Серьёзно? А мне кажется, что они все очень-очень разные, несмотря на то, что у них у всех одинаковые обложки, где там просто близнецы Олсен такие типа «Приветик». Подожди, подожди. Нет, нет, я иронизирую. Конечно же, они все одинаковые. Подожди. Короче, я сейчас начну описывать не сюжет, не завязку, а какие-то рандомные сцены и персонажи из фильма, потому что какого-то чёрта я посмотрел этот фильм от начала до конца, мне кажется, мы даже брали его в прокат. Так. Короче, там был чел белобрысый. Это фильм «Папаша Софиша», который себе татуху сделал и не мог плавать в бассейне из-за этого. На самом деле у него не было никакой татухи. Да, он просто хотел взять на слабо одну из «Сестёр Олсена». Вот. Почему я вспомнил этот фильм? Почему ты так быстро его отгадал? Потому что это один из немногих фильмов «Сестёр Олсена», которые я тоже смотрел. Угу. И ещё я смотрел один фильм, который называется «Рот на замок». Ну, как смотрел? У меня такие смутные воспоминания о нём. Это что в начале фильма там сёстры Олсена становятся свидетельницами какого-то убийства, и их, в общем, под программу защиты свидетелей загребают. И им приходится путешествовать по всему миру, потому что они везде сбалтывают то, что они под программой защиты свидетелей. И типа они не могут промолчать из-за этого, и всё время их куда-то перевозят. И на этом строится весь фильм. Но подожди, как ты вообще посмотрел этот фильм? Так я говорю, вот с подачи той самой семьи, друзей и наших родителей. И этот фильм тоже, да? Да, да. Есть. Слушай, знаешь, я вот открыл для себя в последние пару лет новый любимый жанр видео на Ютубе. Это, короче, где умные девушки, они делают обзоры на какой-то там поп-культурный кластер, который касается в основном женской аудитории. К которому у нас не было больших шансов прикоснуться в своё время, да? Который даже, смотри, мы относились... Ну, по крайней мере, я точно. Например, я всю жизнь презирал сериал «Сверхъестественное», да, потому что он был снят, ну, совсем не для меня. И как бы мне за это немного стыдно, потому что ничего, я презираю то, что снято не для меня. Но всё-таки я вот смотрел офигенный обзор на этот сериал и вообще на то, какие разговоры вокруг него ходили всю дорогу и чем он в итоге закончился. И типа это было офигенно интересно. И то же самое я видел офигенный обзор на сериал «Дневники вампирова», который я тоже всю жизнь презирал, но который тоже было дико интересно посмотреть какой-то умный обзор на него. И это как бы женщины, которые одновременно поглощали всё это, да, но в то же время умеют на это посмотреть с иронией, да, и с чувством юмора. И это классно всё разобрать. Блин, я вот всё жду не дождусь, когда кто-то вот из таких ютуберщиц сделает обзор на вот этот всё кластер вот фильмов «Сестёр Олсен», потому что, мне кажется, это неизведанные территории. Блин, я надеюсь, что ты наоборот придёшь к тому, что есть такой обзор и уже хотел бежать его смотреть. Я попытался нагуглить сейчас, потому что у меня тоже такая идея появилась, но ничего такого, что прямо завирусилось бы, что прямо вот стало финальным вердиктом на тему творчества «Сестёр Олсен», пока что не было. И мне кажется, что это непаханное поле и рано или поздно до этого дойдёт. Потому что, блин, вообще, если об этом-то задуматься, да, то есть, не знаю, я вот рос, когда все эти фильмы выходили, и они просто в один момент закончились. Но сейчас, на самом деле, ты оглядываешь и такой думаешь, боже мой, бедные девочки, да? Типа это как-то история Трумэна, да, из фильма получается? Типа того. Я никогда не думал о том, что они настолько рано начали сниматься. И, по сути, ну, знаешь, в один момент, если там ребёнка родители спрашивают, да, или начинают разговоры вести о том, что вот есть такая индустрия, да, где тоже детям можно играть, хочешь ли заняться. И ребёнок какую-никакую типомыслительную работу проводит, в зависимости от семьи, конечно, там есть истории того, как родители запихивают своих детей в разные роды индустрии, и там вроде конкурсов красоты и всё такое фигней. Да. Но там всё-таки ребёнок может, знаешь, побыть этим ребелом, да, и сказать, не хочу, не буду, вот. А здесь они росли, и для них это было, ну, опцией без выбора, по сути. Типа того. Мы, конечно, не знаем всего того, что происходило в их личной жизни. Да, да, я сейчас просто на основе того факта, что ты бросил в меня, потому что я всё время жил, не осознавая этого. Но немного фантазирую сейчас. Получается, они, там, сделали свой первый шаг, да, как бы находясь близко к этой индустрии, к этому миру, там, сказали своё первое слово и всё-всё-всё вот это, вот. И для них, получается, вся жизнь была уже уложена вот в эту проторенную дорожку по индустрии кино. Но сейчас, мне кажется, странно вспоминать, что весь мир был одержим идеей двух сестёр, которые снимаются в одних и тех же фильмах, то есть «Сестёр-близнецов». Единственное, что для меня спасает этот факт, это что эти фильмы были рассчитаны на, там, детскую, семейную, подростковую аудиторию. Но тот факт, что, как бы, из этого сделали целый, там, франчайз какой-то, вот это крипово, на самом деле. И вообще, мне кажется, что в последнее время, слава богу, такого стало меньше происходить, но если посмотреть на, там, историю того, как Голливуд гробит жизни детей, да, на всю жизнь, то, да, начинаешь потихонечку задумываться, что он того всего не стоит, потому что это всё идёт ещё, там, с какой-нибудь Джуди Гарланд, да, которая снималась в «Волшебнике страны ООС», кажется, так этот фильм называется. И сколько там ещё всяких было, то есть Дрю Берримор, да, тоже, у неё молодость трудная была из-за всего этого. И таких случаев, как бы, дохрена. И мне кажется, что, вот, хотя бы, не знаю, последние десятилетия не было прям таких откровенных случаев, когда актёр-ребёнок куда-то там сворачивает совсем не туда. Что, кстати, хорошо, как бы, я рад, что такое происходит. Или, возможно, мы с тобой что-то не знаем или не вспоминаем сейчас. Да, свежих кейсов не могу припомнить. У меня всегда, когда кто-то начинает разговаривать на похожую тему, всплывает история парня из «Скрытой угрозы». О, бедняга. Вот. Джейк Ллойд, да. Типа, да, относительно свежая, но всё-таки это там не близко к 2020-м. Бедняга, да. Ну, да, смотри, просто ты не можешь отделаться от ощущения, когда ты, типа, сначала там в детстве смотришь эти фильмы и там, ну, в каком-то виде наслаждаешься ими, да, но потом, когда ты осознанно это всё смотришь, ты понимаешь, что во всём этом замешаны деньги. Да. И там, да, за любым творческим выбором или там каким-то решением стоит просто какой-нибудь мужик, который просто хочет заработать на этом. И от этого оно всё ещё более криповым становится. Я, кстати, вообще не видел, чтобы когда-нибудь родители Мэри Кейт и Эшли говорили на эту тему. Они в какой-то момент, вот, семья Олсонов, они стали очень-очень такими закрытыми в этом плане. И сейчас, как бы, после того, как они ушли из кино, у них последний фильм, где они снялись в роли сестёр-близнецов, это был 2004 год, по-моему. Но, как бы, с тех пор они свалили в моду. Да. И вообще очень редко что-то говорят на эту тему. Знаешь, чем пахнет? Пахнет документалкой от Netflix. Олсоны, да, что мы с ними сделали. Просто их другая сестра сейчас на подъёме. Блин, Денис, ты испортила мою шутку, я хотел подвести к этому. Я хотел спросить тебя, кто лучшая сестёр Олсона? Извини. И ты бы сказал Элизабет, конечно же. Ну, слушай, я вот за неё реально рад, потому что я всегда рад, когда один из, там, братьев или сестёр доказывает, что он лучше, чем другой брат или сестра. Это история всей твоей жизни, да? Это история всей моей жизни, которая ещё не рассказана, да? Или, не знаю, может быть, твоей. История рассудит нас. Ну, слушай, это так странно, да. И вообще, я помню ещё, когда Элизабет Олсона, она только-только начала сниматься, и у неё сразу же хорошо пошла карьера. Я помню, её номинировали на Independent Spirit Award, и там Сет Роген на этой церемонии пошутил, когда он её проводил, что как бы, есть ещё одна сестра Олсона? Типа, почему вы нам про неё не сказали? Она же лучшая из них. Ну как, Денис, ты считаешь, что в Ванда-Вижене это была упущенная возможность, что там не было Мэри Кейта и Яшли, потому что там творилось всякое мракобесие, да? Да, и оно ещё подошло, знаешь, вот к этому формату медиа, что типа про телевидение рассказываем, да? Да. Про все вот эти штампы, и они ходили по поколению, но могли бы куда-нибудь вставить там отсылочку к Фулл Хаусу и к её сёстрам? Мне кажется, там была какая-то отсылка к Фулл Хаусу, я про это читал, но она была совсем-совсем между строк, так что нам вот её не понять. Это для своих как-то было там. Вот, да, это, конечно, очень жалко, но это, мне кажется, говорит о том, что как бы Мэри Кейт и Яшли, они совсем как бы не хотят иметь ничего общего с актёрской профессией сейчас. Как тебе Элизабет Олсен как актриса? Ты за неё рад? Конечно. Ты был удивлён, когда узнал, что она ещё одна Олсен? И ты такой, сколько их вообще? Как тебе сказать? Я, знаешь, какое-то время поначалу сидел и смотрел на неё очень прищурив глаза и не мог понять, кто меня пытается и как отбирить. Потому что я видел схожие черты. Это вот ещё в самом-самом начале, когда я просто впервые начал видеть эту актрису. Но потом, типа, всё встало на свои места, и она начала сниматься в таких вещах, которые, блин, очень сильно связаны там с интеллектуальной собственностью, которую я очень люблю. Да-да-да. И как бы у меня уже не было пути назад, и только ценить её вклад во всё это дело, в эти образы. И, знаешь, мы просто за неё рады, что она, видимо, всё детство провела, смотря на своих более успешных сестёр, да, но она сидела и думала, «Нет, однажды я вас уделаю». И просто ждала, и ждала, и проявляла такое сумасшедшее терпение, чтобы наконец-таки потом в самый последний момент выскочить и забрать на себя всё внимание и славу. Получается, что они не пересеклись по времени в индустрии, учитывая то, что ты сказал, да, когда у них был последний фильм «У близнецов». О, вообще ни разу, потому что последний раз, говорю, как «Близнецы», они сняли в 2004-м, но я помню, что у одной из сестёр ещё была роль там в 2011-м году, и это была её последняя роль. И, типа, именно в том же году выходит там первый фильм из Элизабет Уолсона. Я, типа, смотрел, что у Элизабет Уолсона кредит самый-самый первый стоит от 1994-го года, где её сёстра играет. В одном из фильмов «Сестёрл», да. Но там, судя по всему, какая-то супер мелкая роль, потому что она описана как «девочка в машине». Звучит и правда как не очень важная роль, да. Да, и потом только 2011 год, поэтому, получается, такого, знаешь, соперничества прям за внимание и не было. А, нет, я, конечно, сейчас дико иронизирую, да, в этом плане. Я не считаю, что у них там прямо настолько всё токсично, но выглядит это всё довольно-таки комично, если об этом задуматься. То есть ты ждёшь, когда я уйду на покой, чтобы занять моё место, да? Да, и сниму с фильмом «Марта, Мерси, Мэй, Марлен». И сразу же меня номинируют на «Independent Spirit Award». Я не знаю, на какой покой ты собрался. Мы с тобой работаем в разных полях, кроме этого подкаста. А я не знаю, как из подкаста можешь существовать без тебя, так что я не знаю, Денис, можешь не ожидать от меня подлянки, всё хорошо. Я тебе так скажу. Сёстры Олсен тоже не ожидали подлянки от их не снимающейся в фильмах сестры. Она такая, ну, мы, может, подкинут тебе раз в 10 лет роль девочки в машине, да, но на этом всё. А потом там «Мстители» в финал, так, блин, твою же мать. Там должны были быть мы, да, да, да. Давайте мы по очереди будем играть, Скарлетт выйдет, да, мы можем это делать. Ведь ирония в том, что она играла одного из близнецов только в разной по полу паре. Да, да, именно. Вот бы на роль. Блин, вот там был фальшивый Квиксильвер в «One Division», да, вот, пожалуйста, это было бы отлично. Они могли стать другую версию близнецов, идентичных близнецов, да. Короче, отсутствие Мэри Кейт и Эшли в «One Division» — это большая упущенная возможность. Мне кажется, к этому пришли. Ну, слушай, вот тебе не кажется, что фильм «Двой, я и моя тень», он выглядит, ну, выгодно на фоне всех остальных фильмов сестёр Олсен? Ну, я не знаю, насколько ты близко с ними знаком, но вот потому, что ты видел или слышал, может быть, ты можешь сделать такое суждение? Конечно. Я это ещё в детстве понял. Не знаю, мне даже тогда куриных мозгов хватило понять, что этот фильм немножечко выделяется. Знаешь, почему? Почему? Ну, смотри, этот фильм вообще начался с того, что был сценарий, сценаристки Деборы Дин Дэвис, и они рассматривали таких актрис в этот фильм, как Мара Уилсон, который у нас Матильда, да, из того самого фильма «Матильда», и Кристину Ричи. То есть, они изначально не планировали брать на роль похожих девочек сестёр-близнецов. Они собирались сделать комбинированную съёмку. А-а-а, всё, я понял, я понял. И, видимо, то ли какие-то продюсеры, то ли кастинг-агенты, то ли родители, менеджеры вот этих вот сестёр Олсен, они их как бы туда пропихнули. Типа, смотрите, не надо будет париться с комбинированной съёмкой, у нас тут вот две сестры есть, они вам сыграют. И, в общем, в этом-то есть и фокус, что вот все остальные фильмы, выстроенные вокруг сестёр Олсен, они вот были именно что высосаны из пальца, только чтобы был какой-то сюжет для двух сестёр. А это был просто студийный фильм, в который они попали как актёры. То есть во всех других случаях они были отправной точкой? Да. Здесь сценарий был? Тут был сценарий, который хотелось снять студия. И поэтому тут был нормальный бюджет, нормальный продакшн-валью, какой-никакой масштаб. И все эти хорошие вещи, которые... И театральный прокат, между прочим, да. Всё то, что сделало этот фильм на голову выше всего остального, в чём снимались сёстры Олсен. По крайней мере, в том плане, что качество производства было намного выше. Снял этот фильм Энди Теннент, мастер-фломастер средних романтических комедий тех времён. И можете посмотреть на его фильмографию, она очень-очень обширная и очень-очень средняя. Слушай, я посмотрел рейтинги этого фильма и охренел. Я не знал, что этот фильм настолько, не знаю, не то чтобы недооценивают, да, но явно не относятся к нему с большой-большой любовью. Его ненавидят. Просто у этого фильма 8% народа томатас. И 5,9% на IMDb, типа. Я не ожидал такого холодного приёма. Причём IMDb обычно в таких случаях выступает, знаешь, местом, которое пригревает такого рода фильмы. Да. Потому что там гораздо больше смазывается эта оценка, и она редко опускается ниже, там, шести. Ну, например, на Кинопоиске у него намного больше высокий рейтинг. Я удивлён, что на Кинопоиске у этого фильма гораздо больше голосов. Да. В три раза почти больше. Это фильм, какой-то феномен, да, в России, чисто. Просто это странно вдвойне, потому что до сих пор я считаю, что этот фильм культовый, но только среди женщин. Чего? Да, да, да. Очень-очень многие девушки и женщины, которые вот возрослели примерно в одно время с Олсенами, они этот фильм помнят и до сих пор любят. И я вот сейчас гуглил на этот момент, что да, так реально есть, что этот фильм, вот спроси у наших сверстниц, да, это очень дорогой для них фильм для большого количества из них. И мне кажется, что вот эти вот рейтинги, это напоставили их злые братья, которым приходилось смотреть этот фильм из-за того, что их сёстры смотрели. Хорошо, что я тебя не заставлял смотреть такое, да, я тебя, может быть, заставлял похуже что-то смотреть. Меня заставил кто-то другой смотреть этот фильм, и он мне понравился в детстве, да. Слушай, а нам с тобой в детстве этот фильм понравился или не понравился, или мы типа, ну, ничего лучше смотреть сегодня нет, поэтому нам это понравится. Может быть, мы снизошли до него, как ты считаешь? Слушай, мне кажется, одной этой концепции в детстве хватило мне для того, чтобы им насладиться в какой-то мере, и по итогу даже пересмотреть, как мы выяснили. Типа, две похожие незнакомые девочки, охренеть! Да, 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 что же из этого выйдет? Всякая интересная фигня. Да, да, да. Ну, слушай, давай сразу скажем, что этот фильм, он абсолютно не для нас, нет. Говори за себя. Окей, ну, я скажу, что этот фильм абсолютно снят не для меня, потому что он очень девичий, именно девичий, даже не женский, а девичий. Он супер детский, супер семейный, особенно в плане киноязыка, который он снят, потому что в этом плане это просто такой типичный семейный детский фильм из 90-х. Да. Вот со всеми, со всеми вытекающими. А я напомню, что Миша, во-первых, не девочка, во-вторых, он не семьянин, в-третьих, он давно не ребёнок. И сейчас не 90-е на дворе, да. Денис, как тебе сейчас на пересмотре «Двое я и моя тень»? Я тебе так скажу, этот фильм совершенно не для меня. Хоть ты и семейный человек, да. Но для меня это был, не знаю, один из редких случаев на подкасте, где я вспоминаю, что я в детстве смотрел много раз этот фильм, а сейчас я ничего не боюсь из просмотра. И это ещё был тот случай, когда я смотрел этот фильм, супер детский, наивный, проходной в гордом одиночестве. Сейчас в смысле? Да, я сейчас его смотрел один. То есть, здоровенный, блин, взрослый мужик сидит один в комнате и смотрит «Двое я и моя тень». Блин, я хотел спросить, ты воспитываешь дочь, да, я думал, как ей вот сейчас, является ли этот фильм актуальным сейчас для девушек вот нашего времени? Или даже это не смог правильно сделать? Смотри, что случилось. Просто этот фильм моя жена показала дочке года полтора-два назад. А, окей. Без меня не смотрели его. Вроде бы им понравилось. Я подумал, о, сейчас они, наверное, с радостью его пересмотрят, потому что он такой девичий, да? Да. Но они обе отказались. Они обе такие пожали плечами и сказали такие, не, не хочу его пересмотреть. Нет, ну всё, ты убил весь нарратив, который я выстраивал вокруг этого фильма, что, типа, это не для нас, но хотя бы для девочек. Нет. Но даже им он не нужен, чёрт возьми. Блин, чувак, прошло уже сколько, 26 лет с выпуска этого фильма. Слушай, я вот скажу, вот что я больше всего вынес для себя из этого просмотра, это что, это один из тех фильмов, который, как бы, кажется таким приятным и душевным только потому, что он так снят. Да. Но если об этом задуматься, это довольно-таки циничное кино. Блин, у него проблема с ядром. Да. С какой-то сутью, уроком, который заложен туда. То есть ты слушаешь саундтрек отдельно, да? Да. Ты смотришь, как оно снято, типа, какие люди там задействованы, как они себя плюс-минус ведут, и ты вроде, вот если ты рандомно на телевизоре прокликивая канал и попадёшь на этот фильм, за несколько секунд ты сразу же поймёшь, что он себя представляет. Да. Должен якобы представлять. Но если ты возьмёшь и там вот просто на листочке напишешь все сюжетные повороты один за другим, все выборы персонажей и, знаешь, там некоторые даже сцены. Да. Просто языком фактов. Ты поймёшь, что с этим фильмом что-то не то. Да, блин, там вот на уровне просто восприятия, как этот фильм считывается. То есть, мне кажется, что весь сюжет этого фильма, он выстроен вокруг идеи, что богатство и полная семья, обязательно полная с матерью и отцом, это единственный хороший вариант. А всё остальное это не вариант. То есть, вот что тебе нужно в жизни? Очень-очень много денег, много роскоши и обязательно, чтобы была мама и папа. Да. А всё остальное это от лукавого. Да. Мы, кажется, уже составляем список этих безответственных семейных фильмов из 90-х. Блин. У нас там был домашний арест, вот теперь это будет. Я примерно про это и хотел поговорить, что каким-то образом люди, не знаю, может быть, на стадии какого-то концепта им казалось, что они всё хорошо делают. Да. Но мне кажется, что это был тот случай, когда ты, знаешь, вот что-то... рисуешь картину, да? Да. Большую картину. И ты работаешь над каждым кусочком отдельно. То есть, ты приближаешься к ней кисточкой и детализируешь каждый кусочек. По итогу ты, короче, отдаляешься, смотришь на стену, что ты нарисовал, а там, короче, какая-то вообще не очень приятная фигня получилась. И вот тут они, короче, нашли композитора нужного, который вроде бы напишет хорошую музыку, которая подходит по тону сюда, да? Да. Нашли милых девочек, которых сыграют милых сестёр. Лайкабл там мужчину, женщину в пару, да? Да. Нашли женщину, которая сыграет злую, типа, будущую мачеху. Да. И всё это всё вроде складывается, а потом ты смотришь потом по итогу на то, что получилось, и действительно выходят вот эти две ценности, которые ты озвучил. Ну, это потому, что, мне кажется, вот как так получается, эта студия снимает фильм, который просто максимально доступен массам. Да. А если об этом задуматься, то вот чего массы хотят? Довольно-таки банальных вещей, которые очень поверхностные и очень так порочные, если об этом задуматься. И поэтому получается, по сути, фильм, который пропагандирует не очень такие умные и не очень полезные вещи. Например, идея того, что семья может быть полной, только если там мама и отец. То есть это неправда. Можно быть как бы полной семьёй, если только там один отец или только одна мать. Или что семья обязательно должна быть богатой и жить в роскоши. То есть это тоже неправда. Но этот фильм, он как бы ненароком... Не то, чтобы они это и задумывали, да, потому что мне кажется, что люди, которые снимали этот фильм, они настолько умны, или, по крайней мере, не настолько изящно выстраивали это произведение. Да. Они просто делали это от балды, и чтобы это было максимально доступно массовой аудитории. И именно поэтому ненамеренно у них получается дико циничный продукт на выходе. Просто в этом фильме столько слагаемых, которые наводят меня на очень отстойные мысли по итогу, да? Да. Что, вот, например, у нас есть целый лагерь, наполненный сиротами, да? Да. Есть семья, которая... Это всё, типа, вот слагаемые разбросаны по фильму. Есть семья, которая коллекционирует детей, да, и оставляет их работать на помойке. Блин, меня эта семья так покреповала в детстве. Вот. Но ни одно из этих слагаемых по итогу никаким образом не разрешается к концу, да? Типа того. То есть у нас конец это то, что одна сирота, она заимела супер богатого папу, супер богатую семью по итогу. Да. И скакала в закат. Только потому, что она похожа на богатую девочку. Да. Но что произошло с другими проблемами в мире этого фильма? Ничего. И я не знаю, ну, уже слушайте, я понял, что не только я один испытывал какие-то странные мысли по поводу неразрешённых, но засетапленных проблем в этом фильме. Да. Но, блин, опять же, мы предъявляем претензии к фильму исполнению фантазии маленьких девочек, да? Да. И это тоже надо брать в контекст, что как бы мы тоже немного себя странно сейчас ведём, потому что ну чё, чё с него взять? Но в то же время об этом тоже надо задумываться и как бы это немного переоценивать, по крайней мере, для себя. Слушай, у нас в названии «Два брата, один фильм». «Два брата, один фильм» могут сказать о фильме про двух сестёр и про сказку о богатой семье только вот это. Да, сейчас, погоди, я только допью свою бутылку пива, сделаю 10 отжиманий и мы продолжим говорить. Хорошо. Слушай, я вот интересную штуку вычитал, что, возможно, в изначальном сценарии всё было не так уж цинично, потому что в изначальном сценарии не было персонажа-мачехи. Вот это интересно. То есть там сюжет строится на том, что Стив Гутемерг, богатенький папаша, он скоро выйдет, женится на вредной мачехе, которая ему якобы не подходит. И весь фильм строится на том, чтобы эту мачеху убрать и чтобы поставить эту вот воспитательницу ему в жёны. И как думаешь, вот если убрать из этого уравнения мачеху, этот фильм становится чуть-чуть более искренним и чуть более позитивным? У меня сразу мозг начал работать в направлении того, чем заполнить этот вакуум, да? Я сразу же придумал для себя гораздо более лучший вариант. Если бы этот фильм был сконцентрирован на том, что у нас, грубо говоря, есть два мира, да? Да. Это очень противоположный. И нет вот этого вот искусственного инструмента, который они должны побороть. Да. И просто сразив его, они внезапно станут идеальной парой, да? Как это сделано в фильме. Да. Если бы действительно это было столкновение двух миров, и они бы потратили все там сколько? 101 минуту хронометража этого фильма на то, чтобы действительно этот мужик и эта женщина, они нашли что-то общее, да? Да. А не так, что они там познакомились за один день, поплавали и уже влюбились. Да. Научились бы чему-то у друг друга, да? То есть он бы какую-то новую перспективу на свою жизнь имел бы, пообщавшись с ней. Она бы тоже что-то передумала в своей жизни. И в конце этого фильма они были бы какой-никакой, но здоровой парой, у которой есть будущее. Да. В конце этого фильма я считаю, что эта семья, она просто, и их ждёт крах. Потому что эти двое, они друг друга не знают, по сути. Да. Их свели две девочки, которые ничего не понимают в жизни. Да. И не понимают в отношениях. И при том, что он, дурачок, которого обвели вокруг пальца... Дважды. Дважды. Который ещё непонятно зачем хотел жениться вот на этой вредной тётке, которая ему тоже абсолютно не подходит. И она просто женщина, которая уцепилась за богатенького в этот раз. А во-вторых, она жертва фаворитизма. В том плане, что она выбирает любимого ребёнка из класса или из группы детдома. И, в общем, только на неё обращает внимание. И почему-то, каким-то образом, только вот этой вот одной девочке, из-за фаворитизма воспитательницы, достаётся светлое, счастливое будущее. То есть, она изначально в фильме сказала, что она хочет усыновить её. Да. Даже до того, как, типа, удочерить, блин. Удочерить её, до всей этой истории с богатой семьёй. То есть, она изначально шла к этому, но забила на всех других детей. Ммм, знаешь, как-то это некомфортненько всё звучит. Но это такой типичный голливудский трюк, мне кажется, что вот. Нужен злодей, да. Впишите злодея сюда быстро. Потому что даже изначальная сценаристка этого фильма, она говорила про то, что её сценарии переписали. И она не единственная сценаристка, но указана была только она. И, слушай, я сказал, что вот эта мачеха, вредная тётка, ну, блин, она всего этого заслужила. Она была не так уж и плоха. Я тебе так скажу. Этот фильм использовал стандартные голливудские приёмы киношные, да, для того, чтобы её было легко ненавидеть. Да. Но если откинуть вот этот вот, не знаю, этот вот слой чисто киношного хейта к ней. Да. То, по сути, на бумаге-то эти люди просто заруинили ей всю жизнь. Я вот всё ждал момента, когда она вот заставит меня ненавидеть её по-настоящему и что-то такое. Я такой, да, её надо убрать. Но этого момента не случилось. То есть, она была просто капризной, избалованной. Немного. Хотя, не знаю, валчности её особо нельзя обвинить, потому что... Она и так богатая. Она и так богатая. И, как бы, единственное, мне кажется, её худший поступок за весь фильм, это что она говорит что-то про его мёртвую жену, когда, типа, неудивительно, что она померла. Но, знаете что, я когда выпью, да, в правильной компании, могу не такое сморозить, да, когда никто не слышит, не под запись. Так что, винить это человеку, как бы, это не совсем адекватная претензия. Просто, если бы ещё наши главные герои, да, во всей этой ситуации всё-таки относились к этому как стопроцентно положительные персонажи, не использовали бы, там, свою позицию со стороны силы, не смеялись бы дополнительно на ней. Но нет, они добивают её. Просто вот этот момент, когда в конце они совсем уже унижают в самый лучший день её жизни. Да. Я в этот момент нехотя начинаю сопереживать главному злодею этого фильма. Она не так уж и плохая, она этого не заслуживала. Да. При том, что она видит, как он ей изменяет, и она это прощает. Да. Мне кажется, это акт милосердия с её стороны. Короче, я требую двое «я и моя тень» только со стороны этого персонажа. Да, да, да. Сняты в другом стиле, с другой музыкой, с другим цветовым фильтром, с другими приёмами операторскими, да. И это была бы какая-то чернушная мелодрама, мне кажется. Да, да, да. Это такая будет совсем другой взгляд на ту же самую ситуацию. И ещё, как её можно ненавидеть? Она бывшая жена Росса. Именно. Кстати, в её кредит нужно записать, что она... То есть, что в «Друзьях», что тут, она сыграла довольно разных персонажей. И классно сыграла, мне кажется. Вот, опять же, единственный момент в этом фильме, который меня насмешил, был связан с ней. Это когда эти дети прибежали смотреть на призрака в особняке, и смотрят на окно, и там она так странно идёт, вся обвязанная такая, с полотенцем вокруг башки и с маской на лице. И так это было снято там прикольно, на самом деле. Я реально в голосе смеялся. Скажи мне, этот момент пугал тебя в детстве? Нет. Нет? Окей. А тебя? Почему-то у меня были небольшие хорровские вайбы от этого момента. Ну, я вижу, как этот момент может немного покреповать маленького ребёнка. Да. Но сейчас ты смотришь, он реально смешной. Да, да, да. И ещё, знаешь, я вот о чём задумался. О моменте, о котором вообще никто в этом фильме, по сути, не говорит. И никто не говорит об этом моменте о тех, кто говорит об этом фильме. Извините, что я так витиеват. Но опять же, почему эти девочки так похожи? Да. Это либо какая-то интрига, которая, опять же, не разрешена в этом фильме, которая имеет смысл в реальной жизни, ну, в реальности этого фильма. Либо это какой-то ужас на уровне Лавкрафта. Я склоняюсь к тому, что персонаж Стива Гутенберга, он точно что-то недоговаривает. Из-за того, насколько они похожи, ты начинаешь думать, что действительно этот чел что-то намутил. Потому что, смотри, я вот особо это раньше не вспоминал, я подзабыл этот момент, что у этого чувака были связи вот с этим лагерем и этим детдомом. Да. И я такой, стоп, это к чему-то ведёт? Нет. Это ведёт к тому, что он заделал кучу детей. И, скорее всего, они с женой родили близнецов. Он, скорее всего, отдал одну из них в детдом по непонятным причинам. И столько лет спустя, в общем, прошлое настигло этого чувака. Блин, ну, а нельзя было бы в этот момент углы биться и всё это нормально объяснить? Ну, знаешь, что самое хриповое? Ну? Если ты думаешь об этом сценарии и смотришь на реакцию текущего персонажа фильма, ты понимаешь, насколько он психопат, социопат и вообще не показывает свою истинную нутро, потому что он даже глазом не моргнул ни в одном моменте. Либо его так загозлайтили, эти какой-нибудь дворецкий, возможно, который тоже имел роль во всём этом. Потому что, опять же, такого не бывает, что люди настолько сильно похожи, да? Особенно, учитывая всю эту предысторию с лагерем. И никто особо это не ставит под вопрос в этом фильме. Но если об этом задуматься, это довольно-таки странный и очень криповый момент. То есть, встречаются два абсолютно похожих друг на друга человека. Не то, чтобы они там были чуть-чуть друг на друга похожи, а не идентичны. Так что даже родной отец может ошибиться в своей дочке. Да? Жесть. К слову, о криповых моментах. В детстве мне вот показался немножечко криповый момент, где они восприняли её как призрак, да? Сейчас, конечно, это нифига не сработало. Да. Но зато в этот просмотр я нашёл для себя один момент, который напомнил мне Silent Hill. Так. Я сейчас кину тебе в чат изображение, и это реально... Мне кажется, кто-то может использовать это изображение в качестве вдохновения для следующего монстра, какой-нибудь хоррор-фильма. Так, обратите внимание на видеоматериал на экране на YouTube. Просто потом они начали шевелить руками, и эта штука начала двигаться. Просто в Silent Hill есть такой моб, да, который сдвоенный такой, и ходит на руках. Мне кажется, что вот под этим столиком примерно та же самая хрень. Да, там просто, когда они начали двигаться, эта штука реально напомнила мне какой-то хоррор. Японский, да. Да-да-да. Отлично. Кстати, двух обозначенных родителей в этом фильме играет Стив Гутенберг, да, который раньше был звездой уровня, там, вот этих вот Биллов Мюрреев, да, и Дэна Фейкредов, и который отжигал, там, во всяких полицейских академиях и так далее. Да. А потом он в 90-х стал играть папаш, и, в общем, это, опять же, один из этих примеров, такой роли в его карьере. Как тебе Стив Гутенберг в этом фильме? Подожди, я сейчас для себя с удивлением понял, что он всё ещё снимается, он никуда не пропал. Ну, я бы не сказал, что это роли какие-то супер, там, заметные, да, но было бы странно, если бы он просто взял и испарился. Да, короче, он для меня всегда был Махоуни. Махоуни, да, вот мой любимый персонаж. Это просто чел, я каждый раз, когда его видел, ой, это Махоуни. Кстати, самое смешное, что у него была похожая роль в каком-то фильме из 90-х, название которого сейчас от меня ускользает, но там был сюжет в том, что там было две семьи, опять же, неполноценных, якобы неполноценных, то есть там в одной семье была мать, а в другой был только отец, и дети хотели их свести. Серьёзно? Да, но вместо «Сестёр-близнецов» там была собака и дельфин. Чего? Да-да-да, я помню, у «Ностальджи и критиков» был обзор на этот фильм, и меня запомнилась гениальная фраза из этого фильма. «Если собака и дельфин могут найти любовь, почему не могут наши родители?» Блин, это фильм «Зевс и Роксана». Да-да-да-да, там же дельфин, да, я ничего не путаю. Там такой психоделищный постер, там дельфин выныривает из воды, и на нём стоит собака. Вот, короче, это тот же самый фильм, что «Двое я и мая тень», только вместо «Сестёр-близняшек» там собака и дельфин. Денис, если собака и дельфин могут найти любовь, то почему не могут наши родители? Блин, иногда и в некоторые дни я просыпаюсь и задумываюсь над ним вопрос. Слушай, ты заговорил о Махоуне, да? У тебя есть любимая часть полицейской академии? Да, любимая часть полицейской академии – это та вон та, которая что-то там была. Они мне перемешались в какой-то винегрет из чуваков в синем. И в один момент они приехали в Москву, да? Блин, единственная часть полицейской академии, которая не смотрела эту миссию в Москве. Ты не смотрел? Нет, 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 никогда не смотрел. Я смотрел все, даже где они на Гавайях, но вот это вот не смотрел. Не, они у меня все очень сильно перемешались, и мне нужно постараться, чтобы вспомнить, что из них было. Ну что, как тебе идея марафона полицейских академий? Только для того, чтобы понять, что где происходило. Я помню только Зеда, человек, который в какой-то части был злодеем, а потом он пошел в полицейскую академию. Я примерно вот так разделяю. Короче, первая часть, она первая, где Махоуни там сначала долботрясся, в конце становится копом. Вторая часть – это там, где они с бандами мочатся, где там Зед главный злодей. Зед был злой там, да. В третьей части там новый набор происходит, и сходит, и поэтому там второстепенные персонажи из предыдущих частей, они тоже поступают в полицейскую академию, потому что там вот в первой части там, помнишь, был чувак, которого жена не хотела пускать в полицейскую академию? Вот, она сама поступает в полицейскую академию. Точно. Потом Зед поступает в полицейскую академию, и чувак, которого он травил всю вторую часть такой, который маленький, в очках продавец. На этом, он ещё ехал на какой-то фигне. Да, тут тебе не трек. Да, да, да. В общем, все второстепенные персонажи из предыдущих частей, они в третьей части сами становятся полицейскими. Четвёртая часть, мне кажется, там Дэвид Спейд ещё снимался в роли одного из гопников, или что-то типа того. Окей. Пятое, это про этих, миссия на Гавайях, где уже не Махоуни, а другой чувак в главной роли. Серьёзно? Да, да, да. Вообще не было Гутенберга? Нет, он сдался в какой-то из частей, и там просто они взяли такого, знаешь, аватара на роль этого, не Махоуни, там был такой типа Махоуни, но он не Махоуни, он лох какой-то был. Я помню эту часть, потому что я помню третий акт, когда они катались на этих, на гидроциклах, да, это там было? Мне кажется, они на гидроциклах, они в нескольких частей в конце катались. Это было горячим дерьмецом в то время. Да, и шестая часть этой миссии в Москве, которую я не смотрел, но я знаю про неё только то, что там снимается Рон Перлман. Да. Вот так вот. Денис, как думаешь, ребут полицейской академии сейчас возможен вот с теми настроениями, которые ходят в Америке? Ну подожди, ты сказал, миссия в Москве, это какая часть? Шестая. Это седьмая часть. А, я какую-то упустил. Да, есть шестая часть, которая называется «Город в осаде», и это всё, что я про неё помню. Мне кажется, там Дэвид Спей всё-таки одного из гопников играет. Возможно. Окей, а как думаешь, ребут полицейской академии возможен в России сейчас нашими настроениями? Ну смотри, у нас был очень популярный сериал про армию, да? Да, да. И до сих пор популярен, я уверен. Вот, что-то в таком стиле я могу себе представить, только про полицейские будди. Блин, вот сейчас самое время запить этот гимн полицейской академии, а у меня на уме только темка из команды А. Какая тема была в полицейской академии? Она такая, достаточно запоминающаяся. Ладно, короче, ты не хочешь поговорить о Кирсте Элле, которая играет воспитательницу, слэш мать, слэш будущую жену? Короче, да, я подготовил небольшую историю. Так. Слэш открытие. Скорее всего, тебя я не удивлю, потому что ты тот ещё мувигик. Спасибо. Но для себя я вот в таком лайтовом ресёрче нашёл довольно интересный факт из её фильмографии. Ага. Что в одном фильме она, оказывается, снималась вместе с Джоном Траволтой и с Брюсом Уиллисом. Да, а ты не знал? Я не знал. Я знал, что там есть Джон Траволта. Но этот фильм никогда не привлекал меня достаточно сильно, чтобы я докопался до того, что там ещё и Брюс Уиллис снимается. Ну, мы говорим про франшизу, уж кто бы говорил, да? Да. И там ребёнка озвучивает Брюс Уилли. Я никогда не знал об этом. И я ещё больше удивился, посмотрев на бюджет этого фильма, на его сборы первой части. Они хорошие, да? Он стоил им тогда 7,5 миллионов. Собрал он по миру 300. Найс. Неудивительно, что у него два сиквела. Да. Денис, у тебя есть любимая часть франшизы, уж кто бы говорил? Ни одна из них я не смотрел этот фильм. Да ладно, мы смотрели, когда у нас с тобой было всего два канала в деревне. Может быть, я урывками, да. Но я никогда не воспринимал этот фильм, как фильм из моего детства, просмотрен от начала до конца и запомненный мной. Я помню третью часть довольно-таки неплохо. Офигеть. Там Джона Траволта пытается увезти какая-то богатая баба у его семьи. А, у них в третьей части же собака появляется. Вот, что я запомнил. С длинжином? И там собака спасает Джона Траволту в лесу зимой. Подожди, это сейчас не в другой фильм залез? Нет, 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 нет. Потому что в первой части там был ребенок, которого озвучил Брюс Уилье. Во второй части у них появилась сестра, которую озвучил я не знаю кто. Во второй. А в третьей части там появилась собака, которую я тоже не помню, кто озвучивал. Единственное, я помню, что, по-моему, во второй части у этого ребенка, у него был черный друг на площадке, которого озвучивал один из Уэйнсов, кажется. Во второй части в кредитах указан Дэймон Уэйнс. Вот, вот, пожалуйста. Последний бойскаут, оказывается, не последний был. Да. А ты знаешь, что Кирсия Элли, она не только одна из главных мамаш Голливуда, да, потому что она везде играет мам или жен каких-то, да. А она еще и кэнселнутая. А, да? Она что-то натворила? Да, она... Подожди, ты сейчас опять начнешь говорить, не гуглите про нее ничего? Да нет, гуглите, это намного более лайтовая тема, по крайней мере, в нашем геополитическом плане, потому что она одна из ярых, как это, сторонниц Трампа в Голливуде. А-а-а. И она его поддерживала всю дорогу, просто вообще во весь голос. И поэтому она винит этих либеральных СМИ в том, что у нее нет карьеры. Хотя у нее карьера сдулась, ну, там, за миллион лет до того, как Трамп стал политической фигурой, да. Уж кто бы говорил. Денис, у тебя есть отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить в фильме «Двойя и моя тень»? Ой, ну, помимо того, хайлайта с хоррор-монстром, я не знаю. А, есть один момент, который я в детстве не понимал, и сейчас, знаешь, для меня это было одним из главных оправданий того, что я смотрю в одиночестве этот чертов фильм. Ага. Я думал, что наконец-таки я пойму его. Помнишь, когда дети играли в шарады? А, да. Вот, и там одна из сестер, типа, тогда богатенькая оказалась в лагере, и ей нужно было сыграть в эту игру, в которой ее, типа, сестра, очень крута всегда. И ей там загадали... Лондонский мост падает. Вот, да. И она должна была это показать. До этого нам засетапили момент, что этот персонаж в любой непонятной ситуации, она любит фейково падать в обморок. Да, да, да. Вот, и тут она не придумав ничего, как бы показать, что лондонский мост падает, она просто падает в обморок, типа, отстаньте от меня. Да. Я тут лежу без сознания. И тут внезапно один из детей в толпе выкрикивает, что лондонский мост падает, и она типа, да, верно. И я как в детстве не понимал, что произошло, так и сейчас нифига не понял. У меня тоже вопросы были к этому моменту, я думал, поднимать это или нет, но я все-таки списал это на логику детского фильма. Да, да, потому что я даже нагуглил, типа, эту фигню про лондонский мост падает, и там не было ни одной зацепки к тому, чтобы решить эту сцену. Мне кажется, это просто лоховской юмор, вот и все. Да, 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 они типа, ха, смотрите, она притворилась падающей, а ребенок угадал, смешно, смешно. Кстати, если нас еще недостаточно захейтили люди, которые реально любят этот фильм, я предлагаю тогда напоследок сказать одну тоже вредную вещь, но мне показалось, что дети в этом фильме ужасно играют. Ты тоже это заметил? Да, то есть я прямо чувствовал и слышал, как им скармливают реплики. Во-первых, я там, я заметил это на всем саппорт-касте детском, да? В особенности на них, да. В особенности, потому что там ребенок просто, мне как будто бы, мне кажется, что вот стоит камера, да, в которой ребенок, типа, направлен. За камерой кто-то машет пачкой чипсов, да, и говорит, типа, чел, скажи, вот этот вот лайн, мы тебе дадим эту пачку чипсов или конфеты. Кидает одну чипсину ему, да, после каждого дубля. Ребенок только и думает о том, чтобы сейчас пожрать что-нибудь сладкое или какой-нибудь джанк-фуд. Но он не думает о том, что персонаж должен сказать. Ну, да, дети, но, блин, Голливуд нам доказывает раз за разом, что с детьми можно работать, и Голливуд умеет с ними работать. Это вина режиссера фильма чисто, вот, потому что с детьми работать – это отдельное искусство, да, которым явно не обладал чувак, который снимал этот фильм. Вот, и, конечно, отдельно стоит обсудить игру этих двух сестёр, потому что я думал сначала, когда показали вот сцену, где Аманда, кажется, её зовут, да, Аманда Сирота, она играет в бейсбол сначала на улице. Да. И я с такой сижу и смотрю, блин, господи, как же дети, которые бегают на этой улице, ужасно играют. А потом начинает Аманда говорить, я думаю, блин, ну на фоне вот этих вот деревянных детей она выглядит как ещё более-менее такая, ну, пацанка нормально сыгранная. Да. Потом нам показывают Алису, Алису. Алису. Алису, это тебя Silent Hill ещё донимает, да. Вот, Алису. И она играет просто ужасно богатенькую. Я понимаю, что нет, 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 скорее всего они не умеют играть, и я буду стискивать зубы на протяжении всего этого фильма. Какие мы молодцы, да, самоутвердились на игре, не знаю, семилеток. Обосрали игру маленьких девочек, да. Что-то хорошее я сегодня сделал, что-то ценное, могу спокойно идти спать. Ну, я ничего не могу себе поделать, там есть момент, который, не знаю, вот хотите показать концентрацию детской игры в этом фильме, это момент, когда они столкнулись, да, и выясняют вообще, что к чему, и вырабатывают свой, как бы, план того, что они будут сейчас на одну ночь притворяться друг другом, да. И там, короче, они сидят друг напротив друга, и всё, что происходит, это типа слева и справа издаются какие-то звуки, которые очень короткие, то есть вот звук, он начинается одинаково, как будто кто-то играет на каком-то музыкальном инструменте, да, вот этот звонкий голосок девочки начинает играть. Он заканчивается, идёт театральная пауза, справа такой же звук начинает издаваться. Я понял себя на мысль, что я не могу слушать то, о чём они говорят, я просто слышу какой-то концерт на двух скрипках. И вот, если вы хотите просто понять, что там происходит, это просто вот безэмоциональный деливери вот слева и справа в одной и той же тональности, в одном и том же характере. Режиссура! Да, да. Денис, ты, я так понимаю, не будешь пересматривать двое и мои. Да, у меня в семье уже, слава богу, люди отказались от пересмотра этого фильма, то есть единственный сценарий, который мог быть возможен, он тоже отпадает, поэтому да. Да и я тоже не буду пересматривать. И ради подкаста оно того стоило, наверное, а так я не понимаю, зачем возвращаться к этому фильму вообще никогда. Так что, но если кому-то это нравится, то я вас, наверное, понимаю и не осуждаю бога ради. Мы просто два циничных засранца. Да, нас воспитал этот фильм, поэтому мы получились такими. Точно! Всё сложилось. Этот фильм, он получил то, что он сам нас воспитал. Да. Именно поэтому я стремлюсь к богатству и полной семье сейчас моя единственная цель. Окей, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, нам написали, что наш выпуск про друзей, да, он получился двухчасовой, поэтому нам написали, двухчасовой подкаст, отлично под парабежку. Блин, вы в отличной форме, бегать два часа подряд, охренеть. Да. Я там побегаю минут 15 и уже помираю, всё не могу, а тут в отличном. Я вам завидую, вы молодец, продолжайте в том же духе. Ну что, подожди, если мы хотим заботиться о здоровье нашего слушателя, мы должны выпускать всё более длинные подкасты? Чтобы посадить наше здоровье, да. Да. Но если нам здоровье наших слушателей будет важнее нашего здоровья, то да, мы об этом задумаемся. Во-вторых, нам сказали, что типа, надеюсь, вы обсудите убить Билла, да, а не погребённого с Рейнольдсом, да. А вот, пожалуйста, ни то, ни другое, ни третье. Мне кажется, мы выбрали ещё более стрёмный вариант. Но не хуже, чем с погребённого с Рейнольдсом. Я вот готов на этом стоять. Слава богу, мы не расстроили человека вот на этом фронте, да. Это не Рейнольдс. Да-да-да. И ещё, я увидел, нам совсем недавно оставили тоже, спросили на этот счёт. Оказывается, там вышел какой-то трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat. Да, то есть, ну, объявили продолжение Месси Скорпиона. Я про это не знал. Блин, чувак, кажется, если бы не этот коммент, вот как Месси Скорпиона, я тебе посоветовал, ты сказал, о, офигеть, я ничего не знал про этот мультик, да? Да. Кажется, если бы не этот коммент, так бы было со второй частью, да? Она бы вышла, я бы её посмотрел, я сказал, ну, чё, Миша, ты посмотрел, ты такой, чего? Ну, у меня такая проблема небольшая, что я вот те новостные сайты, которые по кино я слежу, да, они какие-то совсем такие вещи, которые, ну, не соприкасаются вот с этой немножечко более нишевой аудиторией. И поэтому такие вот мелкие вещи, они пролетают мимо меня, и я, единственное, откуда я их узнаю, с опозданием из Твиттера где-то там случайно мне пролетает. И я вот даже вот видел, да, это я на днях скидывал, что вышел трейлер этого «Не дыши 2». Опять же, я узнал об этом намного позже, чем должен был быть. Я вообще не знал, что этот фильм выходит. Ты когда мне скинул, я уже на тот момент посмотрел этот фильм, трейлер даже. А вот у меня вот такая проблема, что я вот не знаю, где следить вот за этими новостями, которые немного пониже по шибам. Так что, извините, уж такое тоже самое происходит. И что, а как там трейлер скоро выйдет? А я его не посмотрел. Потому что я уверен, то есть у меня все еще сохраняется тот подход, что я к вещам, которые точно буду смотреть, я стараюсь не спойлерить себе трейлерами. То есть я точно буду смотреть этот мультик, учитывая, насколько мне зашел, зашла Месть Скорпиона. Поэтому я там просто почитал несколько восторженных комментов, которые плюс-минус там сказали мне, ладно, они двигаются хотя бы в том же направлении. Они там не сменили шоураннер, не сменили стиль рисовки, не отправили всех в космос. Типа все нормально, слава богу. Поэтому я не стал смотреть, уверен в этом. Тут я никаких комментов дать не могу. Я просто рад, что будет вторая часть этого мультфильма. И я с удовольствием ее посмотрю. Я надеюсь, что просто то, что публика очень тепло приняла этот франчайз в таком виде, да, даст понять человекам, которые сейчас занимаются, возможно, производством продолжения фильма, понять, что, блин, вот он, вектор нормально лежит у вас под рукой. Грубо говоря, кто-то проводит эксперименты для вас на более дешевом оборудовании, да? Да. Более дешевыми силами и доказывает несколько как бы гипотез того, куда в франшизе нужно двигаться. Используйте это, чуваки, не тупите. Мне кажется, что-то такое уже произошло, потому что вот этот первый мультфильм был завязан на Скорпионе против Саб-Зиро, и они попытались это сделать в фильме, но, опять же, там был не до Скорпионов в главной роли. В общем, тема Mortal Kombat, она нас не отпускает, видимо, еще не скоро отпустит. Окей. На следующей неделе мы будем обсуждать фильм, который абсолютно ничем не похож на фильм, который мы обсудили сегодня. Вообще ничем. Нисколечко. Ни одним сюжетным элементом. Вообще нисколечко. Спасибо, что нас послушали. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, до свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok